к счастью пока у нас еще есть право на свободу слова и мы этим правом будем пользоваться хотя есть депутаты которые подают законопроекты которыми хотят ограничить нашу свободу и сегодня речь пойдет от законопроекте 92 23 который подан уже известным нам депутатам мазурашу и отличие этого законопроекта лично для меня от предыдущих заключается в том что если в предыдущие законопроекты я однозначно не верил и я говорил в своих разборах что не будут это принимать то вот в этот законопроект в принятии этого законопроекта у меня к сожалению закралась некая вера почему сейчас поясню но перед этим давайте посмотрим что он предлагает в этом законопроекте и посмотрим как будет ограничиваться свобода слова в украине если это станет законом и вот мы видим этот законопроект 92 23 которым предлагается внести изменения в уголовный и процессуальный кодекс украины в связи с установлением ответственности за отдельные действия против основной национальной безопасности и вот давайте посмотрим за какие же действия предполагается предлагается ввести уголовную ответственность вот первая часть створения предбанья выкорыстания обозбут обликовых запасе в что мистят заведомо неправдимые видомости щодо користувача в информационных и электронных и коммуникационных информационных системах электронных коммуникационных мережах за допомогу яких поширюется недостоверная информация у тому числі від имени иных осіб причетность яких до оприлюднено информации не подтверждена або здействует втручание в деятельность физических и юридических осіб если такие действия в чинене на шкоду суверенитету территориальной целесности та недоторганности обороноздатности национальной и доржавне экономичней та информацийней безпеце украины за вид судности ознак доржавной израды и здесь мы видим что по санкции этой части предполагается только денежное взыскание то есть мы видим здесь есть штраф и есть исправительные работы почему я говорю что исправительные работы это денежное взыскание потому что по сути ты пребывая на исправительных работах ты работаешь по своему обычному месту работы и просто в доход государства там 10 20 процентов от твоей зарплаты удерживается ежемесячно то есть по сути ты отделался деньгами а как мы знаем если ты решить проблему можешь деньгами то это в принципе и не проблема и еще раз обратите внимание о чем эта статья здесь говорится о том что ты не должен создавать приобретать использовать или продавать вот эти учетные записи до для того чтобы недостоверную информацию поширевать и или же осуществлять таким образом вплыв воздействия на деятельность физических и юридических лиц и при этом вот если ты все это делаешь это должно еще и вредить украине если вот эта вся совокупность есть то все тебе уголовная ответственность то есть по сути речь идет вот вроде бы о тех бота фермах да как изначально мазурашу подает это что этот закон направлен на деятельность на противодействие вернее деятельности организатором бота ферм и здесь если мы посмотрим вторую часть этой статьи то здесь сказано что те сами дьявчины неповторно або за попереднюю змовою группою осип то есть если уже есть некая группа лиц которая организовывает эту бота ферму да либо же если это не группа алиц а ты сам это все делаешь для здийсненняя впливу на прийняття решень чевчинения або не вчинения дидержавными органами че органами місцевого самоврядувания службовыми особами цих органів а дальше посмотрите вот третья часть мне особенно нравится в использовании облаковых записей в том числе тих який містять завидомо неправдивые відомости щодо користувача в информационных системах для размещения та поширения недостоверной информации в том числе от иных имени иных осіб або для втручания в дияльность физичных и юридичных осіб если такие дии сприяют подвищению ревня социальной напруги порушают конституционные права и свободы граждан або іншим чином загрожают нацбезпеки за в отсутности ознак державной израды караются штрафом або вид скельки тут большой штраф достаточно 750 до 1000 ну от восьми с половиной тысяч гривен до получается 17 тысяч гривен исправительные работы здесь тоже есть а вот если то же самое ты сделал во время военного положения то от пяти до семи лет то есть что здесь страшно друзья что страшно в этом законопроекте страшно в этом законопроекте следующее если его принимают сейчас у нас военное положение то есть соответственно мы рассматриваем вот эту санкцию от пяти до семи лет и это значит что если вы зарегистрировали какой-то аккаунт не на свое имя да ну вот вам так захотелось причем кстати соцсети же не все запрещают это насколько я понимаю вы делаете аккаунт и либо вообще такой он без имени например да мы же можем там себя назвать да и без имени как бы мы не выдаем себя за какое-то другое лицо но при этом анонимно и вот вы пишете там яйца по 17 гривен это дорого яйца по 17 гривен дорого вы говорите да стоп так если у нас минобороны закупает яйца по 17 гривен а вы говорите что это дорого значит что вы же уже по сути вмешиваетесь в работу минобороны друзья то есть вы начинаете как-то пытаться повлиять на те цены по которым закупает минобороны при этом когда вы такую информацию распространяете это же информация она что делает она повышает уровень социального напряжения потому что другие люди которые смотрят ваши видео или читают ваши посты такие думают ну да яйца дорого по 17 гривен и такие ой-ой-ой-ой-ой-ой что-то там я чувствую как я напрягаюсь и к вам приходят и говорят вот мы напрягались когда мы почитали ваш пост очень мы социально напрягались и поэтому пойдем-ка в суд с учетом сейчас того что военное положение в стране мы пойдем в суд и давай-ка тебе дадим пять лет за то что ты решил что яйца по 17 гривен это дорого а может вдруг ты еще напишешь что роскрадаты что там гум-помощь как бы не очень хорошо и мы знаем что в связи с этим даже обыски проводились в обл администрациях но вдруг вы в своем посте напишите неправильно название обл администрации висковой администрации да или вот как я сейчас говорю обл администрации вот напишу я что обыски проводились в обл администрации а мне скажут так это же недостоверная информация обыски то проводились в висковье администрации, а не в областней. Недостоверная информация. И ты же, получается, что сделал? Повысил социальное напряжение. На тебе пять лет за это. Друзья, как вы поняли, здесь, в этом законопроекте, за хорошими словами, как это всегда бывает, да, за хорошими словами скрываются не самые хорошие идеи. Это так всегда, да, мы привыкли к тому, что всегда мы называем что-то красиво, классно, все, а потом получаем как бы нож в спину. Почему у меня закралось сомнение, что вот этот законопроект может стать реальностью? Так уж получилось, что я вот последнее время, бывало мучила бессонница, я заходил в ТикТок. Вот ночью лежал, листал ТикТок. И смотрел видео тех людей, которые пребывают на фронте сейчас. Тех людей, которые защищают Украину. И я, честно сказать, я ужаснулся, поскольку попало мне очень много видео, где наши солдаты, те люди, которые защищают Украину сейчас, рассказывают, ну, не очень лицеприятные вещи о том, как организовано все это в армии. И таких видео очень много. И очень нелицеприятные вещи там рассказываются. Такое, что ты ни по телевизору не услышишь, ни в новостях не увидишь нигде. Вот в интернете, ну, в официальных таких каналах. А люди это рассказывают. И вот здесь у меня закрадывается сомнение, что не все так хорошо в датском королевстве. И почему бы сейчас не принять вот такой законопроект? Потому что, когда мы говорим о том либо ином законопроекте, мы говорим не только о целесообразности, еще и о своевременности. И вот мне кажется, что сейчас, с точки зрения отдельных личностей, такой бы законопроект был очень своевременный. И он нам не понравится. Потому что, если это примут, ну, это, по сути, конец свободы слова в Украине. Мы и так знаем, что у нас есть с этим проблемы. Но вот это будет просто конец всему. Потому что ты будешь, прежде чем писать, что-то говорить, думать, а не получишь ли ты за это пять лет? О какой свободной журналистике можно будет говорить? О каких вообще соцсетях, которые в свое время, да, они стали феноменом таким, который позволил в свободе слова выйти на новый уровень? А здесь мы хотим, хоп, и все это загнать обратно. И это плохо. И это плохо. И, конечно же, такой даже законопроект, даже законопроект просто недопустим в демократическом государстве. И я очень надеюсь, я искренне надеюсь, что этот законопроект, там, дальше канцелярии, дальше комитета не пойдет. И его заблокируют, и никто не будет всерьез его рассматривать. Ну а как это будет на самом деле, покажет история. Будем следить за развитием событий. Друзья, я вам напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.